В эфире новости Крым. В студии для вас работает Анастасия Исаенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске мы вам расскажем о таком. Эмилия Курбединова не исключили из крымской коллегии адвокатов. Против крымчанина Салиева оккупанты открыли второе уголовное дело и история крымчанина-историка, который вынужденно покинул Крым из-за аннексии. Полиц заключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара. Об этом новостям Крыма сообщила его адвокат Ольга Динзе. Напомним, Владимира Балуха более трех месяцев удерживали в Кершинской колонии. 18 февраля его вывезли в Симферополь, оттуда в Краснодар. Причины его перевода на территорию России до сих пор неизвестны. Я ничего пояснить не могу, потому что я не знаю, где он. Скорее всего, он на этапе. Эта формация ответственная для служебного пользования. Поэтому узнать об этом мы сможем только тогда, когда он прибудет уже на этап, на конечный пункт. С чем это связано, мы ничего не знаем. Мы узнали только данные обстоятельства после того, как его уже начали этапировать. Украинского политзаключенного в январе прошлого года приговорили к 3,5 годам колонии-поселения. ФСБ якобы нашла на чердаке его дома боеприпасы. Затем срок увеличили, обвинив его в избиении начальника Симферопольского СИЗО и приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре наказание СМЕК Чили, уменьшив срок на один месяц. Эмилия Курбидинова хотели исключить из состава коллегии адвокатов. Об этом рассказал сам защитник. Исключение потребовало Министерство юстиции России. Причина – открытие нескольких административных дел против Курбидинова. На заседании президиума Крымской центральной коллегии адвокатов решили, что Курбидинова не будут исключать из ее состава. Что в этом деле было незаконное и необоснованное, так это само предупреждение Министерства юстиции в обход Института адвокатуры. Попытка такая исключить меня из этой адвокатской коллегии. И потом, я думаю, были бы дальнейшие шаги по тому, чтобы вообще лишить меня статуса. Сегодняшнее решение не позволило открыть двери и сложить очень страшную практику по исключению адвокатов из коллегии, лишь по такому мановению решения Министерства юстиции. Не так должны проходить эти решения. Юристка организации КрымСОС Ольга Куришко говорит, что вопрос исключения Миля Курбидинова ставит под угрозу профессиональную деятельность всех адвокатов, работающих в аннексированном Крыму. Один из адвокатов, которые очень смеливо и профессионально защищают и входят в действия жертв порушений прав человека в Крыму. Российская Федерация всеми возможными способами пытается вытеснуть адвокатов из действий, чтобы жертвы, которых они защищают, остались без защиты. Эмиль Курбидинов – крымский адвокат, защищающий в суде интересы фигурантов сфабрикованных дел Хизбут-Тахрир, также украинского моряка Богдана Небелицу, незаконно задержанного Россией в ноябре. В декабре прошлого года оккупационный суд Симферополя арестовал Курбидинова на пять суток, обвинив в пропаганде нацистской символики или атрибутики экстремистской организации за публикацию в Facebook пятилетней давности. Адвокату Эдема Бекирова и Сляму Вилеляеву сегодня не удалось попасть к своему подзащитному из-за сокращенного рабочего дня в Симферопольском СИЗО. Последний раз Вилеляев общался с Эдемом Бекировым в среду. Вот что он рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного. Не очень, не важно, скажем так. Делают в три раза инсулин, ему уколы, два коротких, один длинный, не знаю, как это расшифровывается. Сахар у него высокий, постоянно стоит 10, ну 12-15. То есть, принимают целую горсть лекарств, лекарства и обеспечивают родственники. Делают перевязку своей ноги сам, которая постоянно гниет. Находятся в спецблоке, где нет этой части. Эдема Бекирова оккупанты задержали 12 декабря. Во время пересечения админграницы с оккупированным Крымом его обвиняют в незаконном хранении и перевозке оружия и взрывчатки. У Бекирова ампутирована нога, он болеет диабетом и перенес операцию на сердце. Сегодня начались следственные действия в отношении политзаключенного крымчанина Сирана Салиева. Об этом сообщил его адвокат Момент Мамбетов. Против крымчанина открыли второе уголовное дело по статье 205.2 «Оправдание терроризма посредством сети интернет». Посредством данного второго уголовного дела следствие, безусловно, хочет сломать моего подзащитного и склонить его к тому, чтобы он пошел на сотрудничество со следствием и дал необходимые следствию показания. Конечно, это грубые нарушения и головного процессуального законодательства Российской Федерации и международного права, поэтому защита будет обжаловать данное постановление. Сирана Салиева и еще пятерых крымчан задержали в октябре 2017 года. Их обвинили в причастности к запрещенной в России и оккупированному Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Крымчанин Амет Бекиров до аннексии работал школьным учителем в Бахчисарае. В 2014 году из-за своих убеждений он вместе с семьей покинул полуостров. Сейчас Амет живет во Львове и работает в музее тоталитарных режимов «Территория террора». Подробнее историю Амета Бекирова смотрите в сюжете Руслана Халапова. Меня зовут Амен Левероглой Бекер. Я из Бахчисарая. Я работаю сейчас здесь, во Львове. Музей «Территория террора». Медиатор выставок. Сюда устраивался на работу именно чтобы мое, то что у меня болит, говорить, проговаривать и организовывать различные мероприятия, связанные именно с моим крымско-татарским народом. Я наблюдаю спильную историю очень сильно. И здесь вывозили на Урал, в Сибирь, и точно так же и у нас. То есть вот такие параллели я нахожу. Я родился в Узбекистане. И хвала Всевышнему в 2001 году переехали, вернулись в Крым, о котором я мечтал с пятилетнего возраста. И 13 прекрасных, счастливых райских лет успели пожить в родном Крыму. Был 2014 год, рай закончился, и вдруг в одночасье я почувствовал какое-то дежавю истории. Снова все то, что было у меня в детстве еще при Родянском Союзе, при Советском Союзе, начало проникать в мой родной Крым. С переездом во Львов мне стали сниться сны. И вот теперь чаще во снах я стал видеть отца Рамет Лен. Он 60 лет ждал возвращения в Крым. Хвала Всевышнему, он сейчас покоится в родной земле. И вот во сне теперь однажды, да, я так и увидел, как мы с отцом, я почему-то маленький ребеночек, и держу руку отца и... И со спины так вижу, мы подходим именно Кара Денис к Черному морю, садимся, он обнимает меня, и мы слушаем просто «Черное море». Вот так. У меня сейчас появляется моя мечта. Именно моя мечта о каком Крыме, да. Я сейчас визуализирую себе, да, рисую такую картинку, когда я с дочкой буду сидеть на высокой-высокой горе в Крыму, смотреть на Кара Денис, в свое Черное море. Дочка будет играть мне на скрипке, я буду сидеть. И именно, наверное, в тот момент, когда я буду снова в Крыму, мое сердце успокоится, и я получу действительно то успокоение, которое не получаю сейчас здесь. На эту минуту это все новости. В студии была Анастасия Исаенкова. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ЮАИ Крым в Facebook.